В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Постепенное снятие ограничений возможно во второй декаде мая. Пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные еще до майских праздников. Из нововведений с 13 мая обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах. Что касается возобновления работы предприятий, то точные даты пока не называют. Все организации классифицированы на пять групп в зависимости от санитарно-эпидемиологической опасности. Действительно предприятия при условии соблюдения каких-то требований дополнительных в каждой отрасли, они свои, ну для примера, допустим, в ресторане должно быть не более столь каких-то столов на 100 квадратных метров, не более столь каких-то посетителей, не более, допустим, двух клиентов за столом. При условии этих требований предприятие может переместиться в соответствующую группу по этим двум критериям и иметь возможность открыться. Что касается салонов красоты, парикмахерских, автомастерских и магазинов промтоваров, то они, возможно, смогут открыться только после установки видеокамер. Их нужно будет купить, установить и подключить к единой системе видеоаналитики. Она будет следить за соблюдением мер безопасности, наличием у работников средств индивидуальной защиты, расстоянием между клиентами, очередностью приема, проведением дезинфекции. У таких предприятий будет выбор – получить поддержку в связи с перестановкой деятельности или открыться, соблюдая все требования. То есть это не просто возложение на бизнес ответственности, покупайте камеры, давайте сигнал. Нет, мы поддержку тоже будем оказывать, но еще раз, это по выбору организации, если она хочет несколько раньше, чем для всех отраслей мы можем себе это позволить, с учетом требований Роспотребнадзора начать работу, мы предоставляем такую возможность. Нижегородские предприниматели, вынужденные приостановить работу, могут подать заявку на финансовую помощь на портале «Карта жителей Нижегородской области». Все ранее принятые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии сохранены. По словам заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, сейчас область находится на пике сболеваемости. В регионе за сутки подтверждено еще 354 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений – более 5000. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.